Британцы стали больше переживать по поводу финансовой ситуации в стране. Таковы результаты социальных исследований. Доводы жителей Соединенного Королевства выслушал наш корреспондент Великобритании Галамжан Караманула. Считается, что британцы не склонны проявлять эмоции на публике. Наверное, поэтому и сложился стереотип холодных и закрытых англичан. Но последние события полностью поменяли эти представления. Потребительские цены стали предметом недовольства большинства жителей Туманного Альбиона. И они это не скрывают. Ежемесячный опрос исследовательского центра Банка Лойтс показал, что в прошлом месяце 65% респондентов волновались по поводу инфляции. Это самые высокие показательства января 2014 года, говорят эксперты. Инфляция в июле составила 2,6% при прогнозируемых 3%. Цены на товары и услуги опережают увеличение заработной платы. Доходы населения стремительно падают. Фунт обесценивается. Продукты питания теперь стали дороже. Люди стали есть меньше, меньше выходить из дома. Качество жизни людей ухудшилось по сравнению прошлых 10 лет. Да, цены в супермаркетах выросли. Также я тревожусь за пенсии, размеры которых уменьшаются, так как фунт стерлинга идет вниз. Очень жаль, что курс фунта становится таким же, как и евро. Я не очень переживаю по поводу цен в магазинах. Путешествие в зарубеж становится непозволительной роскошью, например, в такие страны, как Казахстан. Люди беспокоятся за экономику страны, но считают, что свои финансы держат под контролем. 64% опрошенных, как и в прошлом месяце, сказали, что с их сбережениями все в порядке. 80% британцев проявили уверенность, что могут найти себе новую работу. Их позитивное мышление не может не радовать, но исследования показывают, что люди сокращают расходы на аренду, ипотеку, коммунальные платежи, еду и топливо. Инфляционные риски делают британцев более уязвимыми и менее способными адаптироваться к новым финансовым стрессам, считают аналитики. Холмжан Харамало, Великобритания, специально для Хабар 24.